Приветствую! Сегодня хочу открыть для вас такую Америку, новость открыть. Знайте, если вы получаете мизерную зарплату, либо же пенсию, а если вдруг вы еще получаете выплату ВПО, то вы находитесь в зоне комфорта и не хотите развиваться. И государство вам в этом готово помочь. Уже прям сегодня государство готово вам помочь, и оно планирует это сделать. А как оно планирует это сделать? Лишить вас выплат и научить вас зарабатывать реальные деньги, чтобы ты не сидел дома, не бездельничал, а пошел в реальный мир и заработал миллион. Да, слушайте, ну я всерьез. Нет, это не я всерьез, это министр социальной политики Оксана Жолнович. Всерьез это говорила на международном форуме. Если вы вдруг в этом сомневаетесь, то в описании к видео я оставлю ссылочку. Там вам искать не нужно будет. Там тайм-коды указаны на то ее выступление, где она говорила вот это все всерьез. Она всерьез говорит, что мы все находимся в зоне комфорта, когда получаем мизерную зарплату. И что нас нужно вывести из этой зоны комфорта. То есть я вообще, я кайфую, я кайфую от этих заявлений. То есть вы понимаете, до чего дошла наша социальная политика. Она дошла до того, что нас всех уже завели в зону комфорта, где у нас все классно, мы кайфуем. И теперь государство говорит, что нас оттуда нужно вывести. И я представляю, как бабушка сейчас, которая получает пенсию в 2,5 тысячи гривен, говорит такая, да, да. Говорит, мне так комфортно жилось последние годы, что чувствую, мне нужен толчок для саморазвития. Ну, честно, жесть. То есть вот очередная жесть от представителя власти, от министра социальной политики. То есть это тот человек, который должен заниматься поддержкой людей, говорит, что они там в зоне комфорта сидят, надо их оттуда вытаскивать. Ну, я не знаю, вот такое ощущение, что это реально шутка. Вот всерьез это воспринимать нельзя. Ну, не может министр соцполитики в стране, где идет война, такое говорить. Ну, ну, о чем вы вообще говорите? Как, куда вы людей выводите? Как вы будете лишать их выплат? У нас что? На сегодняшний день так хорошо работает экономика. Прям новости как не почитаешь. Каждый день, буквально каждый день, новые заводы строятся, новое производство запускается, технологии растут, все супер, безработицу мы вообще победили, мы вообще искоренили такой тренд, как безработица. Ну, у нас настолько великолепная экономика, что можно у людей забирать соцвыплаты. И подается это под соусом, что, мол, мы идем впереди планеты всей. Но хочется напомнить уважаемому министру, что впереди планеты всей, мне кажется, сейчас другая идея. И если мы посмотрим на Европу, то мы увидим, что там идут дискуссии о выплате безусловного, либо базового, основного социального дохода. То есть идут дискуссии о том, чтобы вообще перейти к тому уровню, когда государство будет выплачивать каждому своему гражданину безусловный доход. Просто в виде прожиточного минимума ежемесячно. Платить человеку деньги. А дальше смотреть, что будет. Да, как будет общество развиваться. Понятно, это тоже сейчас... Не поймите, что... Хочу обратить внимание, что это нереально сейчас в Европе. Это то, к чему идут дискуссии сейчас. И даже социальные эксперименты уже по этому поводу запускались. Но это не значит, что завтра всем там будут платить. Но, тем не менее, там идут дискуссии такого уровня, что, мол, а давайте всем начнем платить прожиточный минимум. Независимо от того, работает человек, не работает. Просто за то, что он гражданин нашего государства. А в Украине говорят, давайте сделаем сейчас, заключим между государством и обществом новый социальный договор о социальной поддержке. Вот сейчас, именно сейчас, самое время заключить этот договор. Но у меня, как у юриста, здесь вопрос есть. А может ли министр социальной политики вообще ставить так вопрос? Может ли министр социальной политики на это повлиять? Ведь у нас уже заключен договор. У нас уже заключен между государством и обществом договор о взаимной поддержке. И он называется Конституция Украины. И сейчас мне хочется показать этот договор еще раз. Не для вас даже, мои дорогие зрители. Вы и так это знаете. И неоднократно мы это видели. А вот даже для тех людей, которые социальной политикой в стране занимаются, мне кажется, что они должны в это вчитываться и каждый день это читать. И просыпаться с этой мыслью. С какой? Давайте посмотрим. И вот она, Конституция Украины, где в статье первой записали самые важные положения, что Украина есуверенна, инезалежна, демократична, социальна и правова держава. Социальна в первой статье Конституции Украины. А социальна, это значит, что государство создано для человека. Вы забыли уже об этом. Мы уже, мне кажется, начинаем об этом забывать. Государство создано для человека и вся его деятельность должна быть направлена на то, чтобы улучшить жизнь этого человека. А давайте посмотрим дальше. Вот статью 13, где написано, что держава, забеспечуя захисправу сих субъектов права властности и господарювания, и социальну спрямованность экономики. Социальну спрямованность. На человека должна быть направлена экономика. Ради него это все делается, а не ради чего-то другого. А давайте посмотрим дальше. 46-ю статью. Громадяни мають право на социальный захист, что включает право на забеспечение их в разе полной, частковой або тимчасовой втрати процессдатности, втраты годувальника, безробития незалежных виныдных обставин, а также устарости та в инших випадках, предбаченных законом. О каком новом договоре говорит уважаемая министр соцполитики? Договор, вот он есть. Нам не нужно новый договор. Вы должны выполнить тот, который есть. Вот, вот. Право каждого человека на социальную защиту закреплено Конституцией Украины. Вы что, хотите лишить людей соцзащиты во время что такое? Полная обочастковая втрата процессдатности. Это инвалиды. Это инвалиды. Тимчасовая втрата процессдатности. Это то, что мы называем больничный. Да, человек заболел на больничном, но мы платим ему деньги, потому что мы не можем его, социальное государство не может его оставить умирать, оставить без денег. А если у человека умер гадувальник, погибли родители, он остался без никого, мы тоже его оставим без поддержки государства. И скажем, сейчас мы тебе, не дадим тебе рыбку, дадим удочку. Правда, ловить с этой удочкой нечего и негде. Обезробите. А что, мы победили безработицу в стране, и мы теперь отменим тоже эти выплаты. А в старости, в старости, когда человек здоровья уже не имеет на то, чтобы себя содержать, мы говорим, что, вот здесь тоже мы научим рыбку ловить и удочку дадим. Ну, это просто жесть. И вы выполните вот это. Нам не нужен договор. Вы сказали, что здесь каждый человек должен обеспечить быть прожиточным минимумом. Вот, пенсии, пенсии, инши виды социальных выплат, то допомоги, что я основным джерелом иснувания мают забеспечивать ревень жития не ниже от прожиткового минимума. А вы, дорогие мои, вы выполнили это требование. Вы установили прожиточный минимум, который, реальный прожиточный минимум, на который можно прожить? Нет. И мы все прекрасно знаем, что вы не выполнили условия этого договора еще. И вот тут у меня вопрос, ну, вы всерьез говорите об этом, что нужно отказаться от тех положений, которые есть в Конституции теперь? И более того же, да, вот о чем я еще забыл. Она же еще что сказала? Говорит, а скоро вернутся ветераны, а нужны ли им льготы? Вы вообще вдумайтесь, вот как можно было сказать в воюющей стране, где сотни тысяч людей находятся на фронте сейчас, сказать, а ветеранам льготы вообще нужны? Чем думал человек в этот момент, я вообще не понимаю. Честно, вот у меня нет понимания это реально сказать такое ветерану, человеку сейчас, который находится в окопе, сказать ему, да не нужны тебе эти льготы. Ну, это просто. Это вот просто за какой-то гранью уже. Честно, мне не хочется в это верить, мне не хочется вот всерьез это все воспринимать, потому что это реально просто за гранью. я не знаю, друзья, может вы посмотрите это видео и напишите, что я что-то не так понял, я неправильно оценил и что этого всего не будет. Не, ну, я понимаю, конечно, что не будет сейчас там отмены всех выплат, но это же, знаете, как мне кажется, это же вот то самое окно Авертона, да, когда мы так потихонечку начинаем открывать окно возможностей, так называемое, которое приведет просто, ну, непонятно к чему приведет. И тем более для меня, знаете, вот что самое ужасное, что это говорит министр социальной политики, который должен говорить вообще прямо противоположно. Ну, просто жесть какой-то, я честно. Извините, может, я несколько там эмоционально это все комментировал, но у меня вот после просмотра этого выступления, ну, какие-то вот эмоции, что называется, накатили. Ух, не знаю, у меня все, наверное, я, я что вам хочу пожелать, я вам хочу пожелать, чтобы все-таки в нашем государстве не было нового общественного договора в плане социальной политики, ну, может, и был новый, но тот, который улучшит жизнь человека, а не тот, который ухудшит. Вот этого вам хочется пожелать, а также благополучия, удачи вам, мира, и чтобы вообще вам никогда в жизни не приходилось рассчитывать исключительно на поддержку государства. Вот чего хочу пожелать. Все, пока-пока. Продолжение следует...